Итак, мы в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 33 стих. Я не знаю точно, но возможно это будет у нас непродолжительное занятие. И я думаю, для нас, пасторов, мы понимаем, что брак, состоящий в браке, а также несостоящий в браке, это является большой частью нашего служения. И апостол Павел обучает, как у некоторых людей может быть этот дар, оставаться вне брака. Давайте подумаем о группе людей, которые находятся в библейском колледже у вас. И они вне брака холостые и не планируют, что у них будет брак. Another interesting point is that in some cultures the father of the woman is an important part of deciding whether the woman gets married or not. А также еще один такой аспект, в некоторых культурах отец женщины решает, будет ли его дочь выдаваться замуж или нет. Another point is that somebody is married to an unbeliever and the unbeliever leaves the believer. И еще один аспект, когда кто-то из верующих находится в брачных узах с неверующим человеком и неверующий решает развестись. И за всеми вот этими разнообразными понятиями, ситуациями стоит вопрос о чистоте. Потому что в христианской вере половая нечистота является грехом. И поэтому для того, чтобы люди не жили в грехе, им необходимо, чтобы у них были муж или жена. Если они имеют такую нужду. Мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам в седьмой главе в начале. Но Павел также указывает на то, что если вы можете жить холостой жизнью, то это лучше. И таким образом дискуссия по этому вопросу находится в седьмой главе. И в конце седьмой главы поднимается этот аспект, когда у отца есть дочь. И она девственница, и он ее или оставляет при себе девственницей, или же отдает в брак. Давайте посмотрим на 32 стих. 32 стих. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый, заботится о Господнем, как угодить Господу. Но есть и другая возможность, которая здесь не записана. И это, что моя жена замужем за мною. И она желает, чтобы я угождал Богу. И так иногда в браке может возникнуть такая ситуация, когда в одном случае жена желает, чтобы муж угождал ей, а в другом случае жена желает, чтобы муж угождал Господу. Я думаю, что пастор Джон и его супруга Дайан оба в этом браке хотят угождать Богу. И это замечательный брак. Но иногда браки такие не бывают. Так что мы должны понять, кто мы вборим. Мы должны знать этого человека и увидеть их, что их философия жизни является. И понимать, кто я вборяю. Потому что я может быть вборяю в миссионный филд. Вместо того, чтобы идти в миссионный филд, я вборяю в миссионный филд. Прежде чем войти в супружеские отношения, необходимо знать, кто мой партнер по браку. Потому что может оказаться, что я буду жениться или выходить замуж за миссионерское поле. То есть моя супруга будет миссионерским полем. Вместо того, чтобы отправляться на миссионерское поле. И может быть ситуация другого характера, когда жена замужем за супругом, и он не хочет, чтобы она служила Господу, но служила Ему. 34 стих. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Что такое мирские вещи? Женщине она может желать, чтобы дом у них был очень хороший. Может быть, ей хотелось бы, чтобы у нее была хорошая, стабильная работа. Может быть, ей хочется, чтобы были финансы. И чтобы были удобства. Комфорт. Отпуски. Отпуски. Но, может быть, там нету места ни евангелизации, ни миссиям, ни гостеприимству. Ничего для Господа. Такое происходит. Если вы читаете Матфю 6, вверх 25, до конца, вы видите, что Иисус говорит о том, что он об этом мире. По этому поводу можно прочитать Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 до конца. И там Иисус говорит о заботах, какие существуют в мире. Или же вот история в Евангелии от Марка, 12 глава, 24 стих, где упоминается вдова, у которой оставалось на жизнь всего две лепты, мелкие монеты. И она все это отдает Господу. Я думаю, что мы можем... Мы можем... Мы можем... Простать и поговорить с другими другими разрушения, с другими разрушениями. Если мы заботились, мы можем... Я думаю, что мы могли бы остановиться сейчас или пока. Мы могли бы позже подумать об этом вопросе. В вопросе, когда люди вступают в брак, то они должны понимать, что их брак не является остановкой служения Господу, но они предпочитают и тот, и другой служить Господу. Или же в другом случае, чтобы невеста понимала, что у мужа есть желание служить Господу и после того, когда замужество состоится. 35 стих. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. И здесь нужно посмотреть внимательно на то, что говорит Павел. Он не хочет, чтобы его учение привнесло бы какие-то сложности в брачные взаимоотношения. Где говорится, чтобы вы могли служить Господу без отвлечения. Далее он также говорит о том, чтобы мы служили Господу, не встречая отвлечений в отношении нужд супруга или супруги. 36 стих. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Это сложный отрывок для перевода. Тут имеются, вполне возможно, два направления. И одним из таких направлений толкования может быть, что это говорится об отце, у которого имеется дочь, и он не желает отдавать ее. Тридцать седьмой. Тридцать седьмой. Тридцать солью. Тридцать сohlен. Что это означает «соблюдать свою Деву»? Это означает, что отец не хочет отдать свою дочь в замужество. Мы можем представить такую ситуацию. Отец мог бы сказать «нет, я не думаю, что тебе нужно вступать в брак». С одной стороны, такое могло бы быть положительным, хорошим направлением, но с другой стороны, может быть, у нее нет этого дара оставаться незамужнею. 38 стих. Поэтому выдающий замуж свою Девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Я думаю, что многие отцы так не думают. Что я не буду выдавать в замужество свою дочь, и что это лучше. И, конечно же, было бы лучше, если бы у нее был такой дар целебата. Да, было бы лучше, если она желает оставаться незамужней. И вопрос такой, что большинство отцов думают, что лучше, если бы у нее есть подарок, чтобы быть сенглой. Лучше было бы, если бы дочь была замужем. Но, может быть, у нее есть этот дар быть незамужней. Итак, он может отдать свою дочь в брак. Затем 39 стих. Жена связана с законом, доколе жив ее муж. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе. Это еще одна часть этого совета. Было бы очень интересно и посчитать, и выписать все эти различные советы, и сколько их там по этому вопросу. Итак, если у женщины умирает муж, то она свободна выйти замуж. Женщик за другого человека, но этот другой человек должен быть верующим. 40 стих. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Вы знаете и помните, что иногда апостол Павел в своих писаниях говорит о своих советах. Это я сам говорю, а не Господь. А вот здесь мы с вами встречаем эту фразу, что он дает совет и говорит о том, что квалификация этого совета такова. Я имею Духа Божия. Аминь. Спасибо, Пастер. Вот и все. Это было короткое занятие. На следующей неделе мы с вами начнем первое послание к Коринфянам, восьмая глава. Спасибо. Спасибо.